Думаю сейчас многие такие прочитали название этого видео и сказали Что? 5 мест где нельзя рисовать граффити? Это звучит как врать правду! С вами Андрей Морозов, всем мир! Понеслась! Поехали, 5 место! Друзья, все мы знаем, что нельзя рисовать на стенах Кроме тех стен, на которых официально можно рисовать Такие стены в нашей стране встречаются крайне редко Также можно рисовать на бесхозных стенах Такие стены в нашей стране встречаются крайне часто Но мы с вами говорим о стенах, на которых нельзя рисовать Они бывают двух, типа частные и государственные Если ты накалякал-малякал на стене какого-нибудь частника То в принципе ты можешь просто с ним договориться Закрасить эту стену, все поправить и выквиты Если ты накалякал-малякал на муниципальной, то бишь на государственной стене То помимо того, что тебе все нужно будет исправить Скорее всего тебе присунет мелкое хулиганство Это статья Коапа, то есть административная Здесь присуждается штраф до 1000 рублей А возможно даже арест на 15 суток Ну если тебя не поймали с поличным То вряд ли тебя будут искать Ибо административное правонарушение у нас Ну как правило не ищут А если находят виновного То это видимо по камерам и скорее всего Просто-напросто штраф придет тебе на дом Да, такое тоже возможно Как говорил один из классиков Не все стены одинаковые И мы плавно переходим к четвертому виду стен Смотрите пацаны, есть стены, которые с виду и не отличаются от других стен Но тем не менее имеют специальный юридический статус К этим стенам относятся стены музеев А также стены зданий, которые по статусу приравнены к музею Или того хуже к народному достоянию Фактически это просто дом, который является музейным экспонатом Такие дома встречаются довольно-таки часто В таких городах как Петербург, Киев, Смоленск То есть те города, в которых сохранилось богатое культурное наследие В них много зданий, которые имеют историческую ценность Исторически значимую ценность И соответственно у них свой особый статус Хотя по факту может быть обычная Двухуташечка деревянная Так как это здание является артефактом И ты нарисовав на нем кусок Портишь его текстуру Портишь так, что ты уже не сможешь сам ее восстановить Восстановить ее теперь сможет только реставратор Ты уже будешь не просто каким-то мелким хулиганом Ты станешь настоящим вандалом Юридически оформленным, естественно Ой, спасибо, спасибо, друзья Я даже не знал, что это так просто Достаточно было тегнуть и спалиться Всего-то делок И вот оно, вот оно решение суда Которое изменило мою жизнь Теперь я официально вандал До свидания, до свидания, друзья Обращайте, увидимся, увидимся, обязательно увидимся Да, ребят, не все знают, но вандализм это уголовная статья И за нее уже можно сесть даже до трех месяцев Там уже и штрафы посерьезнее, чем у хулиганов И принудительные отработки С намотом, очень неслабым намотом по часам Так что, think about, мэн, think about Да, и плюс ко всему тебе придется оплатить услуги реставратора А как известно Реставратор волнует только бабки А? А? Поняли? Итак, третье место Дорожные знаки В интернете много видят, как там тегают на знаках Как там что-нибудь подписывают на знаки сверху Но слушай сюда, мэн Как только ты затегал на знаки Он теряет свою юридическую силу То есть, фактически, это теперь не дорожный знак Это обычное железо с каким-то рисунком То есть, он не действует Давайте объясню на примере Обычный пешеходный знак Ты подрисовал на нем рожки И автоматически на этом месте перестал быть пешеходный переход Потому что знак не действительный Идет девочка, переходит дорогу Ее сбивает машина И виновата будет девочка Потому что она не удостоверилась в том, что знак является не действительным Девочка пострадала ни за что Водитель сбежал наказания А по факту, виновником всей этой деятельности является кто? Правильно Фломастер, который рисовал на эти рожки То же самое будет и со знаком уступить дорогу То же самое будет со светофором То есть, пацаны, если вы рисуете на дорожных знаках Вы подвергаете опасности жизни и здоровью незнакомых, а возможно даже знакомых вам людям Вы подаете возможность виновникам ДТП избежать наказания Вы даете возможность преступникам увильнуть от того, что они покалечили кого-то А возможно даже убили Так что ни в коем случае никогда не рисуйте на дорожных знаках Think about, think about, man Я, кстати, понимаю Вот все сейчас думают Да ты че, да это же дорожные знаки Ну, видях тьма, вот там, как они рисуют, тегают их Перекращайте, пацаны Это очень и очень неправильно Это действительно несет в себе последствия Это стены с еще более специальным юридическим статусом С настолько специальным, что аж прям переспециальниц стены церквей, синагог, мечети, различного рода храмов За тегов их стену ты автоматически становишься не только вандалом Ты еще и оскорбляешь своими действиями чувства верующих Статья 158 УК И скорее всего ты еще попадешь под часть вторую Все помнят историю с блогером Соколовским Он всего лишь смотрел в телефон в церкви Он смотрел в телефон в церкви Ему дали 8 месяцев Он ничего там этим телефоном не ломал, ни что там не царапал Не тегал им точно Прикинь, что тебе дадут с твоим болотчиком А я знаю, куда ты лезешь Ты лезешь в часть вторую статьи 158 А это уже 3 года 3 года за тег Ну и плюс 3 месяца еще добавят за вандализм Врубаешься Вместе также стоят склепы Могильные памятники Да просто могилы Общие могилы Даже в принципе сюда лучше поставить На всякий случай и забор на кладбище Тут ты становишься не просто вандалом Ты становишься вандалом-никрофилом А если ты нарисуешь хоть что-то нарисуешь На памятнике WoW Или на каком-нибудь подобном памятнике Ты становишься не только вандалом Ты становишься вандалом-экстремистом То есть ты вандал-боевик Такой против системы Весь Пацаны, за эти две статьи получают до года И там тоже не супер большие штрафы Но дело в том, что Если вы попадаете в эти статьи Вот там последствий будет намного больше Чем просто какой-нибудь там тюремный срок Там будет просто ужаснейшее последствие Вас просто так замурыжет Просто ни в коем случае Вот ни в коем случае Будьте аккуратнее Никогда Никогда, пацаны Никогда не рисуйте на этих объектах Нельзя Нарисовать Граффити На Бумаге Граффити Это то, что рисуется на стене Желательно на улице Если это нарисовано на бумаге То это скетч И никак не граффити Ёлки палки Давайте объясню вам наглядно Граффити Видали, да? Я тут кусок запилил Круто смотрится Двойной переходик Пенка вообще классно получилась Не, я в натуре Я его здесь завандавил Буквально Минутки, наверное, за три Наверное До того меньше За минутку просто Хфу И все И он на стене Крутой, да? Крутой Единственное, мне кажется Че-то ему не хватает Маловат, что ли? Граффити Это стрит-арт Но никак не арт Я не спорю Может, допустим, как в трене Или как некоторые художники Расклеивают плакатами Это можно назвать граффити Это можно назвать стрит-артом Но если ты рисуешь на бумаге А3, А4 Ну это, ну это скетч Скетч это подготовка, наверное К выходу на граффити Я не спорю Мне самому нравится рисовать скетч Мне самому нравится Туда тоже вкладываться Это тоже такая неплохая дисциплина Мне нравится смотреть на скетч баттлов Проводят их вконтакте Это классно У меня вот заходит Так что делаем вещи Делаем вещи на стенах Смотрим на стены Прежде чем их на них рисовать Think about Think about, man Всем мир Давайте, до встречи Йоу